Это небольшая группа пожилых китайцев, последние оставшиеся в живых люди, которых поразила загадочная костная болезнь. Ещё в 30-х годах прошлого века от этого недуга пострадала часть населения провинции Сычуань. Рост у этих людей не больше метра, а вот причина, по которой они выглядят как дети, до сих пор неизвестна. Чэнь Гуанмин живёт в доме престарелых в отдалённой горной местности с остальными жертвами недуга. Он рассказывает, что когда-то здесь было около 50 заболевших. Сейчас осталось всего 10. «Мы не знаем, в чём была причина заболевания. Может быть, что-то не так с водой или формой гор, или глубиной долины, или влажностью. Мы, как и другие, просто не знаем, что было не так». Директор Центра контроля и профилактики заболеваний провинции Сычуань изучает состояние больных уже более 30 лет. Наибольшее его удивление вызывает то, что болезнь обнаружили всего в девяти уездах провинции Сычуань, и поразила она регион только в 30-х годах. Тогда зафиксировали 500 случаев заболевания. «Болезнь просуществовала более 10 лет, самое большее – 20 лет. С того времени в тех девяти уездах мы больше не обнаружили ни одного нового случая заболевания». Этот загадочный недуг костной ткани вызывает утолщение и деформацию конечностей, но не поражает внутренние органы и не передаётся по наследству. Дэн говорит, что когда-нибудь эти люди умрут, и живых примеров странной болезни больше не останется. А вот причина может так и остаться загадкой.